Всем привет дорогие друзья! Скорее всего вы уже устали от негативных новостей, которые связаны с Польшей. Поэтому в данном видеоролике я подготовил для вас несколько таких не только позитивных, но и полезных новостей, которые будут вам конечно же актуальными. Поэтому ставьте лайк, досмотрите до конца, потому что будет три важные новости. И первая новость это украинским беженцам продлили бесплатный роуминг в Европейском Союзе. Так вот хорошая новость в том, что украинские беженцы смогут и дальше пользоваться вот таким вот бесплатным роумингом в пределах Европейского Союза. И соответствующее решение было принято 9 июля и в этой акции принимают участие 22 европейских, а также 7 украинских операторов. То есть на практике это означает, что у украинцев теперь будет еще дополнительное 12 месяцев вот такой возможности пользоваться бесплатным роумингом в странах Европейского Союза. И это означает, что украинцы смогут звонить своим родным по ценам украинских операторов вплоть до 2024 года. То есть по тарифам вашего внутреннего оператора. Но параллельно с этим Европейская комиссия также готовится к тому, чтобы интегрировать Украину в роуминговое пространство Европейского Союза. Это означает, чтобы была вот такая постоянно Украина могла пользоваться тем же роумингом, который находится в Европейском Союзе. А если же вы хотите ознакомиться с полным списком вот этих мобильных операторов, которые предоставляют украинцам вот такой вот бесплатный роуминг, то оставляю для вас вот этот скриншот, фото, где вы можете с ним ознакомиться. Вторая новость, интересная, это бесплатный стоматолог для детей в Польше. Так как большинство все-таки беженцев это матери с детьми, то теперь есть безвозмездный осмотр, а также лечение зубов, который будет доступен детям, которые проживают в Гданске. Так вот, данная программа реализована благодаря ЮНИСЕФ и, как я уже сказал, она происходит именно в Гданске. Приниматься будут дети, это до 18 лет, которые пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года и они смогут получить вот такие вот бесплатные стоматологические услуги. Так вот, данная услуга будет доступна в течение всего лета с понедельника по пятницу с 8 утра до 16.00. И если вас заинтересовала вот эта возможность, то для записи необходимо позвонить по номеру телефона, который я для вас оставлю вот на экране большими буквами, так что можете звонить. И третья новость, некоторые категории украинцев могут получить финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых в Польше. Так вот, такой фонд имени Клементия Шептинского уже не впервые раздает такую финансовую помощь украинским беженцам. Так вот, на такую помощь, конечно же, могут рассчитывать не все. Есть очень жесткие категории. Первая категория это женщины, которые находились в российском плену. И вторая категория это дети, которые потеряли хотя бы одного из родителей из-за российской агрессии. Но в этом втором случае помощь будет предоставляться тем детям, на которых подали вот эту заявку еще в прошлом году. Поэтому данная категория, сейчас приема заявок на эту категорию нет. То есть, есть только первая категория. Так вот, чтобы получать вот такую финансовую помощь, нужно заполнить специальную форму, которую я оставлю в описании под видео. Ознакомиться со всеми условиями, что нужно отправить. Это номер телефона, это ваш электронный адрес, это ваши подтверждающие документы, подтверждающие вашу личность, персональные данные, имя, фамилия и так далее. То есть, там все просто, можете ознакомиться. И заявки на получение вот такой финансовой помощи будут приниматься до 30 августа 2023 года. Но, если все-таки вы подпадаете под эту категорию и хотите заполнить анкету, то желательно поспешить, так как могут закрыть вот это анкетирование раньше, если будет исчерпан лимит заявителей. Ну что же, друзья, вот такие вот новости на сегодня. Надеюсь, хоть одна из этих новостей, конечно же, было вам полезно. Поэтому ставьте лайк, чтобы я видел, что вам понравился данный видеоролик. А я бы, как всегда, хотел напомнить, что также мы делаем это различные документы для заезда в Польшу, приглашения, страховки, помощь в открытии рабочей визы, как с вашим присутствием, так и без него. А также это работа в Польше. Поэтому, друзья, вся информация будет внизу, опять же, в описании под видео. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока.